Через органы зрения человек получает только 70% информации. Об оставшихся 30 маркетологи тоже не забывают. Люди, занимающиеся маркетингами исследований, которые занимаются технологиями продаж на теоретическом уровне, постараются задействовать все каналы восприятия, то есть не только зрение и слух, но и, например, обоняние. Именно поэтому почти в каждом супермаркете есть своя хлебопекарня. Обычно она находится в противоположном от входа углу. Запах свежей выпечки возбуждает аппетит, и покупатель неизбежно направляется в сторону притягательного аромата, а по пути совершает незапланированные покупки. Хлеб – это целевой товар. Если вход у нас в нижнем правом углу, то хлеб ставится либо в верхнем, либо в нижнем левом углу. То есть всегда в противоположном углу ставят хлеб. Вот. Соответственно, люди за ним идут. Этот несложный фокус взяли на вооружение не только супермаркеты, но и непродовольственные магазины. Например, в обувном отделе обычно ощущается легкий, но очень приятный запах кожи. Покупатель уверен – никаких уловок здесь нет, но не все так просто. Кожаная обувь имеет кроме своего запаха кожи еще много посторонних запахов. Это, допустим, запах клея. Поэтому, конечно, когда много обуви в одном помещении, собирается запах не очень приятный для покупателей, для людей. Поэтому используются ароматизаторы. Этот небольшой агрегат – аромодиффузор. Он не привлекает к себе внимания, но выполняет крайне важную функцию – нейтрализует неприятные запахи и наполняет помещение тонким, едва уловимым ароматом. Остается небольшой запах кожи, как, в принципе, так и должно быть. Зачастую ароматизаторы выполняют и другую функцию – наполняют привлекательными запахами те помещения, где изначально их быть не может. Если мы говорим про те же, например, магазины одежды, у нас нет задачи, чтобы там пахло одежда. Нам задача, чтобы пахло приятно и комфортно. В этом магазине всегда хорошо пахнет. Мятный аромат будоражит покупателей и заставляет проводить здесь больше времени и делать крупные покупки. В том, что вкусные запахи действуют на посетителей предсказуемо, нет никакого секрета. Чтобы привлечь покупателя, продавцы обращаются к науке адерологии. Адерология – наука о запахах, их восприятии и влиянии на человеческое поведение. Многочисленные исследования ученых-адерологов доказали – окружающие запахи могут влиять на поведение. Чем приятнее и тоньше аромат, тем больше эмоциональный подъем испытывает человек. Многие запахи запоминаются даже на уровне условных рефлексов. Когда человек сталкивается с таким знакомым ароматом, в нем просыпаются ранее испытанные эмоции. Запах регистрируют сразу два отдела мозга. Первый отвечает за сознательный анализ, то есть определяет сам запах и чему он принадлежит. Второй – за воспоминания и ассоциации, возникающие при вдыхании аромата. Такие подсознательные ассоциации усиливают впечатление. В нашем магазине мы стараемся ставить приятную музыку, также использовать аромодиффузоры, благодаря которым в нашем магазине приятный свежий запах. От этого покупателям достаточно приятно, зимой ощущают летнюю свежесть в магазине. Так психология помогает превратить обыденный процесс покупки в приятный досуг. Когда в магазине на нас воздействуют всем этим звуком, цветом, запахом, то обращаются на самом деле к нашей первичной сигнальной системе, к нашему животному, к нашим вот этим символам, который иногда просто наша рацию пропускает, не обращает на него внимания. Но наши эмоции реагируют на это.